Представители знака Зодиака Дева, Девы мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад события ближайшего будущего, Торо на неделю, с 1 по 7 июля, второй месяц лета. Давайте узнаем, какие энергии нам подскажут карты. Будем реалистами. Вы, мои дорогие Девы, точно реалисты. Но вдохновение, оно не должно уходить взамен какой-то реальности, оно должно присутствовать. Вот давайте с более позитивным таким настроем посмотрим, что же нам покажут карты на эту неделю. И первую карту мы достанем, что важно знать, или что для вас будет в приоритете. Вот как альтернативный вариант развития событий. Давайте рассмотрим. По мнению карт. Итак, для Дев, что важно знать в неделю с 1 по 7 июля, чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать, как видят карты, какие энергии. Что же вам будет помогать. Что скрыто. Такую карту достанем. И по основным сферам жизни. Дела, работы, бизнес. Энергия, денег на эту неделю. Личная жизнь. Что же будет важно. Башня. Но тут собой не рисковать от этого точно. Вообще, по старшему аркану 16, когда он выпадает, нужно быть предельно внимательными. Почему? У нас есть возможность успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вот я так называю эту карту. Пусть не в этой колоде, но более так отчетливо. Есть у меня колода ангелов, поддержки ангелов, кто смотрит меня, разные расклады. И там вот как раз как ангел берет за руку и отводит от той башни, куда попадет молния, и она будет разрушена. То есть есть момент. Что-то для себя сделать очень важное. Что важно знать, если мы спросили у карт, мои дорогие девы. На вас будут в эту неделю влиять именно обстоятельства. Мало что старший аркан. И это аркан тех перемен, которые происходят, ну как врываясь в нашу жизнь. Мы ничего подобного не прогнозировали. Мы никого ни о чем не просили. Мы вообще думали где-то в другом ключе. Мы устроили планы. А здесь может это быть как какое-то известие или какая-то новость. Когда нам нужно реорганизоваться. Именно организация какая-то по-новому у вас будет на этой неделе. У каждого по-своему проиграется. Может быть это в связи с изменениями или как-то вот это через личную жизнь пройдет. Или посредством может быть известия от родственников. Ну тут может у каждого быть по-своему. А иногда это просто вот какой-то момент, когда мы должны себя беречь. Мы не должны себя подставлять под удар. Балансировать точно придется. И по этой карте вот как рекомендация всегда идет искусство мелких шагов. Потому что перемены это то, что над нами давлеет. И то, что мы не сможем изменить. Нам нужно красиво вписаться в какой-то может быть узкий поворот. Или как слепой поворот. Когда мы не знаем, что же там впереди еще. Но возможность у вас такая точно будет. Что же неожиданности? Еще одна карта перемен. Что-то очень важное у вас на пороге. Действительно на пороге. И знаете, вообще когда старшие арканы выпадают, я не рассматриваю их никогда в разрезе одной недели. Почему? Да потому что когда, правда, мы с какими-то сталкиваемся неопределенностями, турбулентностями. Ведь это не происходит. Да, как событие это может быть в одночасье. Но последствия, они тянутся на более продолжительный срок. Поэтому старшие арканы, у вас их два в самом начале. Как неожиданности, так и что важно знать. В среднем где-то разбег недели на три. Колесо фортуны это очень добрая карта. Это правда. Как успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. У кого-то конкретно так и проиграется. Вот как куй железа пока горячо. В моменте здесь и сейчас. Что-то подметить или на что-то согласиться для кого-то. А для кого-то другого из вас, наоборот, отказаться. Сделать или принять правильное решение или сделать правильный выбор. Колесо фортуны, обратите внимание. Девушка у нас танцует. И она показана, она счастлива, мои дорогие. Но это счастье, она научилась балансировать на цыпочках, на вращающемся колесе. Она как свой дзен нашла. Она нашла это место опоры, которые внутри нас самих. Но это так уже, переходя на философию. Вот действительно вам что-то организовать. И как свою точку сборки, свою точку опоры найти в изменяющихся событиях. Или в каких-то новостях. Или где-то переложить. Ведь это всегда карта шанса. Переложить даже на ту обстановку, которая может быть далека от радости, мои дорогие девы. Может быть и так. Меня люди смотрят из разных стран. Но для вас это, как может быть, побудительный мотив, чтобы вы, наконец, на что-то решились. У кого-то и так проиграется. Да, балансировать придется. Держать равновесие. Внутренний эмоциональный баланс держать придется тоже. Быть где-то готовым к тому, что в любой момент могут прийти какие-то новости. Или что-то вокруг вас может происходить. И самое главное, вам придется быстро принимать решения. Чему сейчас не время? Еще один старший аркан маг. У вас очень сильная позиция. Это правда. Вы тут можете, ну, очень многое совершить в эту неделю. И повторюсь, на неделе три вперед. Пожалуй, где-то вот такой настрой на весь июль месяц для вас будет важен. Маг, он действует так, как он считает нужным. На него не давляют мнения со стороны. На него, ну, как бы не имеет значения, кто что думает конкретно о нем. Он не собирается ни под кого подстраиваться, кстати. Я просто знаю, что, мои дорогие девы, среди вас много тех, которые всегда хотят, чтобы, ну, вот как-то обстановка была более спокойной, демократичной. И вы много усилий затрачиваете в этом направлении. А у нас выпадает карта мага, как раз чему сейчас не время. Тут самое главное, баланс ваш внутренний. Не с внешним миром, а когда вы сами все четко отслеживаете, подмечаете, что происходит вокруг вас. И больше где-то заняты сами собою. Или то, что для вас приоритете будет на эту неделю. Будет так же важно, чему сейчас не время. Маг, он уверен в себе. И поэтому самоуверенность – это прекрасное качество. Но порой оно может граничить с самонадеянностью. И вот это может где-то помешать. Вот этому не время. Потому что что-то спрогнозировать даже на пару шагов вперед будет сложно. Где-то слушайте свою интуицию, но и в данном случае к этой интуиции нужно будет вам добавить еще какую-то реальность. У вас все получится. Но не думать, что то, что я себе, допустим, выстроил или выстроила какой-то план, он останется без изменений. Скорее всего, нет. Придется вносить коррекцию за коррекцией, потому что невозможно что-то просчитать. А придется именно вписываться в этот узкий коридор или в слепой поворот судьбы. Вот как-то так. Что же вам будет помогать? Вот интересно. Все карты как раз продолжают канву нашей беседы с вами. Пашмичей, посмотрите, на цыпочках опять же. Идет под тонкой жердочкой. Девочка, она смотрит в открытую книгу и нам говорят, знание сила, буквально знание и лампочки, они изображены как воздушные гелевые шары, которые ей помогают держать равновесие. Как будто вот над этим обрывом. Все то, что я говорила по карте башни. Вам нужно вот именно вписаться. И посмотрите, птицы только есть. Птицы это прообраз наших мыслей или для кого-то это может означать действительно новость, информация или какое-то известие. И вам как будто с одного берега на другой нужно перейти. Причем глядя не вот в эту пропасть, мои дорогие, а глядя в книгу, в знание, в уверенность. Это где-то то, что вы доверяете сами себе. Ваша уверенность вам придает буквально силы. Ну и понятно, знание. Вам помогает по этой карте паш мечей. Это когда мы ищем правду и мы ее находим. Когда нас не увлечь пустым пафосом, нас не увлечь какой-то лестью, нас не вовлечь в мутные дела или в какие-то делишки, будем говорить, или во все то, что вам может осложнить жизнь. Вот самое главное. Поэтому быть реалистом, но в то же время и не оглядываться назад вы не можете. Это вам не поможет какая-то прежняя ваша отработанная тактика, стратегия. Нет. Здесь вот именно нужно как-то по-новому, балансируя, пройти или совершить этот переход между двумя берегами. Или, может быть, с кем-то договориться. Или уйти от опасности у кого-то. И так может проиграться. Давайте будем откровенны. Поэтому вот эти энергии, это вам все помогает. Что скрыто? Тут какая-то, может быть, история любви. Это карта эмпатии, радости, счастья. Тут чаш. Это наполненности карта. Это карта где-то отчасти и удачи, или какого-то счастливого случая, когда мы чем-то вдохновлены. Это скрыто. Поэтому я не могу сказать, что вот с учётом всех четырёх карт мы можем замечтаться. Нет. Скорее нам карта просто говорит о том, что ты можешь что-то очень классно осуществить. Или, ну, такое вау, сделать для себя волшебное. И делать ты это будешь как-то по-другому. И потом вот эти эмоции ты себе как раз и позволишь. Но если мы говорим, что скрыто, вам никто не мешает. И вам нет препятствий или нет как бы как таковых взаимодействий с людьми, которые бы могли вам поставить палки в колёса. Вот этого тоже нет. Давайте посмотрим. Дела работы бизнес. Правда, уход. У кого-то состоится переезд или поездка. Может быть, это проиграется через работу. У кого-то это может быть и через личную жизнь. Может быть, эта поездка куда-то недалеко, но она, значит, будет иметь для вас значение. Возможно, находясь в конкретной местности, вы сумеете для себя прояснить какой-то вопрос. Расставить всё по местам. И, может быть, это не очень далеко. А, к примеру, меняете работу, вы поедете в организацию, и там какая-то беседа, когда вы сможете не сами додумывать, а конкретно задать вопросы и посмотреть человеку в глаза, как он вам ответит. Ну, вы на что-то решаетесь, мои дорогие. По восьмёрке чаш мы ищем выход. Самое главное, по этой карте какой смысл. Когда мы ищем выход, и мы его находим. Тут действительно находим. Значит, вы сумеете осуществить что-то волшебно-качественное, именно качественное, что может буквально перевернуть вашу жизнь. Или, ну, как улучшить качество этой самой жизни. Девушка у нас уходит от чаши, в которой огонь. Да, может быть, этот огонь она поддерживала сама какое-то время, чтобы он и не обжёг, но и не погас. Ну, где-то и тот период, где был у вас, и вашим, и нашим приходилось вот держать этот баланс. А здесь твёрдое решение процветать. К изобилию, к собственному солнцу. Вот как-то так. Может быть, это и будет. Нам ведь сказали про узкий фарватер. Может быть, вам и придётся, ну, где-то о себе много не рассказывать. Это правда. Счастье и удача любят тишину. Ну, когда мы не предвосхитили какие-то события, когда мы о себе не рассказали много, не сказали, что мы намереваемся делать. Это мы себя так защищаем сразу. И вот такие энергии – это тоже то, что для вас будет полезно. Но что-то сделать качественно хорошее для себя на этой неделе у вас получится. Что же по финансам? Вот нечего добавить. Какая-то история финансовая может для вас быть, ну, как готовой к решению. И тут, конечно, у каждого по-разному. И опять же, старший аркан солнца – это карта выбора правильного направления. У кого-то по работе произойдут перемены или какие-то возможности. Может быть, это с известием, которое приходит. Вы, к примеру, отправляли куда-то резюме, и вы ждали ответа, дождали достаточно долго, и вы уже успели разувериться. И здесь в один момент что-то начинает закручиваться. И тогда, мои дорогие девы, вам нужно быстро принимать окончательное решение, потому что на кону ваше солнце. Это карта еще выбора правильного направления. И где-то нам говорят, на полгода в среднем карта солнца, если мы говорим про время конкретно, про период, вот вам последующие полгода, до конца 2024 года, как, откуда к вам приходят деньги. То есть деньги – это основа. Мы можем отрицать или можем думать, что нет, деньги не главное, но, тем не менее, это основной способ взаимодействия с миром. Это то, чего мы можем оттолкнуться, к чему мы можем добавить все остальное. И вот так вот рационально что-то у вас решается по финансам. У кого-то это может быть возможность пропросту закрыть кредит, а у кого-то, может быть, вы взять ипотеку, и вы будете просчитывать. Повторюсь, у каждого по-своему. Или вы получаете гонорар, или вы получаете какую-то важную информацию, может быть, и документ, когда перед вами открывается путь. Когда вот вы именно вольны сделать для себя, как путь к солнцу, себе осуществить. Шикарно. Личная жизнь. Карта император. Для кого-то из вас, мои дорогие девы, смена статуса через личную жизнь. Встреча, мои дорогие девочки, вот с таким императором. Да, кстати, карта не говорит, что это будет очень просто. Она может и говорить, что ваш партнер, пусть у кого-то это супруг, у кого-то просто пока еще дружба идет. Очень важная дружба, это то, что мы называем судьбоносными отношениями. И пусть даже если у нас не будет это оформлено до юры, но общаясь с человеком, он меняет нас, а мы изменяем его. По сути, это и есть кармические отношения. Но все-таки карта император больше про статус говорит. И у кого-то из вас тут могут быть самые невероятные события. Вы можете изменить статус. Да, у кого-то, я допускаю, это будет связано с разводом, потому что все же мы все разные, а у кого-то наоборот с браком. И это тот человек, вот начинала говорить, ушла от темы, которая обладает достаточно сложным характером. Император всегда, ну, где-то более жесткие энергии. Он привык просчитывать сам, надеяться на себя, действовать по своему усмотрению. Вот в контексте, да, пословица, есть два мнения, мое и неправильное. Это где-то про императора, поэтому с ним, ну, не так просто договориться. Но, по идее, это тот человек, на которого мы можем положиться с учетом всех карт. Может быть, это кто-то вам будет помогать. Может быть, мои дорогие мужчины, это вы будете как император определяться с чем-то важным. Или, мои дорогие девочки, вы можете тоже быть в более жестких энергиях, потому что обстановка вас вынуждает к этому. По карте императора мы всегда уважаем власть. Мы не идем против структуры, не идем против системы. По карте императора есть возможность как раз подписать важные соглашения и документы. Оказаться в высоких инстанциях и там тоже что-то согласовать, самых разных. По карте император, мудрый император, он понимает две вещи, на которых я не могу повлиять. Первое обстоятельство, второе – люди. И поэтому его цель, намерение, оно должно быть осуществимо. Но есть и тот пункт, который не подлежит его коррекции. Поэтому, если мы не можем изменить, как и людей, как и обстановку, тогда мы можем изменить себя. И вот как раз вписаться вот в этот поворот судьбы, какой-то судьбоносный поворот. Правда, что-то тут у вас такое происходит, мои дорогие девы. И у вас достаточно сильная позиция. Нам об этом уже сказали. Единственное, беречь себя надо. Все же маг говорит, не будь самонадеянным. А император – это про самоуверенность и, опять же, про самонадеянность. Поэтому оставьте первое и где-то исключите второе. Интересный расклад. Буду благодарна вашим комментариям. Перекладывайте на себя, мои дорогие. И будьте счастливы, будьте любимы всегда. Продолжение следует...